Здравствуйте, это Коммунальный патруль на телеканале Толк. Меня зовут Андрей Дреер и в этом выпуске. За ЗОЖ и против. Одни жители дома построили в подвале спортзала, другие считают, что это нарушает закон. Чем дело пахнет? Жительница сделала из квартиры свалку, а из ванны отхожее место. Коммунальный лайфхак. Как сэкономить на содержании жилья и меньше платить по квитанции? Спросим у эксперта. А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт talknews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Спорт выйдет из-под поля. В доме по адресу Малахова, 44, жители построили в подвале тренажерный зал. Только тяга к здоровому образу жизни оказалась близка не всем. Кому-то мешает шум, а кто-то считает, что реконструкция подвала незаконна. Как жители разделились на два лагеря, и можно ли вообще устроить бесплатный спортзал в подвале многоквартирного дома? Мы попытались узнать. Анастасия – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Сейчас кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Она одна из тех, кто оборудовал тренажерный зал в подвале дома на Малахова, 44. Я вам скажу честно, что я занималась в разных залах, в том числе сейчас тренируюсь в Федерации Алтайского края по тяжелой атлетике. У нас помост там хуже. И этот зал давал возможность мне, другим жителям, детям приобщаться к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни одних мешал другим, поэтому появилась часть жителей, которые стали выступать против тренажерного зала в подвале дома. Почти в один голос они говорят, спорт, конечно, хорошо, но... Все их железяки, как они кидают, там, не знаю, что снаряды, и они когда падают, у нас аж все содрогается. И мы все это слышим. Также активно против тренажерного зала выступает нынешний председатель товарищества собственников недвижимости и члены правления. Только они, по их словам, уже исходят из соображений порядка и безопасности. Нет реестров, бюллетеней голосования. Нет проекта согласованного с различными инстанциями, инспектирующими органами. Вообще подвал – это не песочница, это то место, где сосредоточено все основное инженерное оборудование. В подвале побывали эксперты из жилой инспекции и выписали предостережение, в котором говорили не о закрытии зала, а о том, чтобы из подвала убрали строительные материалы и устранили нарушения. Например, изолировали проводку. Рустам, бывший председатель ТСН, был одним из организаторов спортзала. И он уверен, любители спорта легко могли бы устранить неполадки. Действительно были какие-то претензии по проводке, по... Ну, те вещи, которые, в принципе, остались от застройщика, опять же. Все эти вещи можно было легко устранить и абсолютно легко пережил инспекции представить спортзал в хорошем свете. Несмотря на это, попасть в зал сторонники ЗОЖ не могли. Этому препятствовало нынешнее правление ТСН. Хотя, по словам юриста, к которому мы обратились, закрывать зал не было причины. И более того, для его существования даже не нужны были типы документов, о которых говорят те, кто против зала. В действующем законодательстве нет прямого запрета на то, чтобы в подвальных помещениях жилых домов не размещались какие бы нежилые помещения, в том числе, конечно, и спортивный зал. Необходимо, чтобы соблюдались технические нормы в части открытого доступа к коммуникациям дома, то есть это к трубам, к электрике общей домовой. Ну и самое главное, наверное, это является необходимость проведения общего собрания, в котором бы данное помещение было либо реконструировано, то есть проведен какой-то текущий ремонт по решению 51% собственников для пользования собственников данного дома. То есть, например, в виде спортивного зала была бы сделана реконструкция. То есть для того, чтобы спортзал функционировал, нужно только согласие большинства собственников. Такое согласие было дано еще несколько лет назад, только, по словам спортсменов, нынешнее правление с ним не считается. Правление ТСН вызвало грузчиков, и те просто вынесли весь инвентарь из подвала. Хотя документов, согласно которым они имели право это сделать, в наше распоряжение так и не поступило. Пресловутое предостережение от жилы инспекции только рекомендовало устранить неполадки и открыть коммуникации. Пока тренажеры составлены в гараж. А вернуться они в подвал или нет, будет зависеть от какого-нибудь нового голосования собственников. Поэтому, возможно, точка в этой истории еще не поставлена. А вот герои следующей истории тоже ждут развязки, хотя силы там распределились иначе. Все против одного. Жительница дома номер 68 по улице Шумакова сделала из квартиры свалку, а из ванны отхожее место. Что можно сделать, если за стенкой мусорный полигон? Мы попытались узнать. В первом подъезде дома на Шумакова 68. Две мусорки, контейнер на улице и квартира на седьмом этаже. В ней живет Ольга. Как говорят соседи, жилплощадь ей и младшей сестре в наследство оставила бабушка. Соседи говорят, что бояться Ольге нечего. Дверь она не закрывает, только подпирает стулом перед тем, как уйти. Или даже когда она дома. Как видим, даже двери в секцию нет. Действительно, все подтверждается. Перед дверью только стул. И сильный запах стоит уже здесь. Двери стулом подпирают соседи, даже когда Ольга дома. Они же нам и открыли. Из различимого на фоне мусора, только кошки, аккуратно расставлены корм и мухи. Не добрались мы только до главной достопримечательности. Ванной, в которой вместо туалета справляют нужду. Это источник зловония для всего подъезда. Оператор почти героически продолжает снимать. В итоге не выдерживаю я. Все, Андрюх, хорошо. За долги в квартире отключили свет и воду. Унитаз забился, потому его должность заняла ванна. Никакие инстанции проблемы решить не пытались, говорят жители. Там еще сестра старшая прописана, там еще ребенок прописан. У нее в квартире. Конечно, в этой квартире. А где органы опеки? Решить вопрос предлагала председатель совета дома. Вычерпать силами жильцов содержимое ванны и за 3000 рублей заказать сантехника, чтобы тот прочистил унитаз. Попытаться помочь может и управляющая компания, которая почему-то бездействует. Самый главный вопрос – предоставить доступ в квартиру для выполнения работ по устранению недостатков. Управляющая компания уведомляет жилищную инспекцию, прокуратуру. И если собственный не проявляет никаких действий, то тогда управляющая компания обращается в иском суд о том, чтобы был предоставлен доступ в квартиру. Судя по всему, сама хозяйка злополучной квартиры порядок наводить здесь не собирается. По словам местных, женщина не реагирует на замечания и своим поведением дает понять, что обитать в помойке ей комфортно. Похоже, только жильцы смогут избавить себя от мук. Эти же люди, как и многие другие жители многоквартирных домов, могут сэкономить на коммунальных услугах. Эксперт в сфере ЖКХ рассказал нам о нескольких способах сделать сумму в квитанции меньше. Допустим, расчет дворника, оплата, так сказать, происходит из квадратных метров, которые придомовая территория. Если вы видите, что территория вам не нужна придомовая, ну там за дорогой где-то, где-то проходят муниципальные сети, то есть надо провести общее собрание и придомовую территорию этим решением собрания уменьшить. Значит, и расчет для дворника, и на стержание жилья будет оплатить меньше. К вопросу экономии, сейчас идет программа благоустройства дворов. Ну вот мы здесь смотрели возле дома, лавочки в неприглядном состоянии, урны в неприглядном состоянии какие-то, еще дореволюционные какие-то. Придомовая территория здесь, элементы все устаревшие. То есть, чтобы платить потом не из содержания жилья, за благоустройство придомовой территории, беседки нету, то добиться того, чтобы дом попал в программу по благоустройству, доплатить всего лишь придется порядка 1%. То есть лавочки, урны помять. И лавочки поставить такие с сиденьем для спины, то есть удобные, современные, красивые. Также и урны. Урны постараться добиться, чтобы были большие. Количество мусора выросло у нас в объем. Если раньше был советский бычок и советская бутылка, в советские времена урны были рассчитаны на советский бычок, то сейчас, конечно, пластиковые эти бутылки, пакеты из-под сока, то есть объем мусора вырос в разы, а урны остались на том же уровне. Конечно, они должны быть тоже больших объемов, больших размеров. И все это можно установить за счет программы благоустройства. А если ваш дом в аварийном состоянии или в соседней квартире тоже кто-то устроил свалку, если официальные инстанции не отвечают или не хотят работать, обращайтесь к нам, и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин